Я себе специально поставлю таймер, чтобы не превышать положенного времени. Коллеги, на самом деле, мне так кажется, я должен был оказаться в исторической секции, потому что у меня доклад посвящен историческому аспекту, первому этапу развития приграничных связей после нормализации отношений. То есть это имеется в виду где-то в 83-88 год. Это довольно малоисследованный этап. Обычно исследователи считают, что такое активное развитие началось с 88 года, но оно так и было. Но этот подготовительный этап на самом деле очень важен, потому что он задал многие тенденции на будущее. К тому же, мне кажется, что тема приграничного сотрудничества и его история, она имеет непосредственную связь с современностью, потому что проблемы на самом деле очень похожи. Все современные проблемы, по большому счету, остались из прошлого. Для Дальнего Востока одно из драматических изменений конца 20 века – это быстрое превращение его приграничного положения из источника угроз в потенциал для международного сотрудничества и экономического развития. И приграничные отношения с Китаем, они были частью этого разворота. В 1983 году началось расширение контактов, оживление всей, можно сказать, заржавевшей инфраструктуры связи двух стран. Уже через два года, в 1985 году, дальневосточные ученые-экономисты просчитывали перспективы развития внешнеэкономических связей, обосновывали увеличение роли в развитии Дальнего Востока приграничного сотрудничества за счет вовлечения в сферу этого сотрудничества, в том числе и КНР. Это, на самом деле, малоисследованный аспект. Роль ученых, исследователей, если не в продвижении, то, во всяком случае, в интеллектуальном и научном обосновании развития внешних связей Дальнего Востока, которое началось, скажем так, еще до разрядки, ну и до инициатив Горбачева известных. В данном докладе речь пойдет о воссоздании приграничных отношений Советского Союза и Китая на Дальнем Востоке. Они создавались, по сути, заново, когда обе страны разными путями выходили из административно-командной экономики. И интерес к сотрудничеству был взаимным. Это открывало дополнительные возможности и для Дальнего Востока, потому что совпало много факторов. Во-первых, нормализация отношений с Китаем. Во-вторых, провозглашение Дальнего Востока приоритетом для развития. В 1987 году была принята программа ускоренного развития Дальнего Востока. И одновременно, как следует из архивных документов, Министерство иностранных дел в информации для региональных властей открыто заявляло, что Советский Союз намерен резко активизировать свою политику в Дальневосточном регионе. Эта активизация подразумевала и нормализацию отношений с Китаем. То есть это был такой поворот на восток, но более 30 лет назад. И вот отчего все эти элементы, казалось бы, благоприятно складывающиеся для Дальнего Востока, почему не произошло синергии, и они не стали составной частью модели ускоренного развития этого региона. Это главный вопрос доклада. Если смотреть на формальные показатели, то динамика взаимоотношений регионального сотрудничества была впечатляющей. Во-первых, возрастала доля Азиатско-Тихоокеанского региона во внешнеторговом обороте Советского Союза. На Дальнем Востоке специальные организации, как Далинторг, Дальпригран, они многократно увеличили в течение буквально двух-трех лет свой товарооборот. То есть эти организации уже просто не справлялись с растущим объемом операций. Там на одного работника приходилось около 10 миллионов рублей товарооборота, что по тем временам было очень много. Там ближе к 90-му году, допустим, в Приморском крае Китай вообще занимал 61% в отдельном весе внешнеторгового оборота. Это еще при Советском Союзе. Но если мы обратим внимание на качество процесса, то мы увидим, что эти успехи выглядят не столь впечатляюще. Ну а проблемы, они удивительно похожи на сегодняшние. Потому что торговля расширялась по традиционным направлениям, экспортировалось сырье, возились товары массового спроса. Совместные предприятия в основном представляли собой товаро-ресторанной азиатской кухни. То есть это было такое достаточно примитивное сотрудничество. И оно мало соотносилось с понятием развития для Дальнего Востока. Это был результат многих причин. Но основными причинами мне видятся три момента, на которых я остановлюсь подробнее. Первая такая причина, как я ее назвал, это проблема инерции. Хотя интерес к развитию приграничных связей был взаимным с обоих сторон, и Китай, и Россия, они по-разному представляли, у них были разные интересы. Если Китай больше преследовал коммерческие цели, при каждой встрече ставились вопросы об установлении торговых отношений, о прямых связях между предприятиями, об обустройстве постоянных пограничных переходов, то Китай интересовали возможности сбыта своей продукции, легкой промышленности, сельского хозяйства. Советская сторона продолжала ориентироваться, в первую очередь, на интересы идеологические. То есть в духе пропаганды советских социально-экономических достижений, ну и разъяснения международных инициатив Михаила Сергеевича Горбачева. То есть это вот в отчетах прослеживается очень четко, сколько раз китайская сторона, допустим, сослалась на Владивостокскую речь Горбачева и так далее. А представители КНР, они уклонялись от обсуждения политических вопросов теми же аргументами, что и советские от вопросов экономических. То есть они прямо говорили, что политические вопросы находятся в компетенции вышестоящих органов, ну и они не готовы это обсуждать. То есть уже в середине 80-х годов было четко видно, что если советские представители все еще стремились делать политику, то китайская сторона уже тогда стремилась делать деньги, ну без особой оглядки на идеологические установки. А третья причина, вторая причина, прошу прощения, это проблема совместимости. То есть Китай в конце 80-х годов, он объективно не являлся тем партнером, который был способен помочь экономическому развитию Дальнего Востока. В то время китайская экономика наращивала потенциал, но она оставалась технологически еще примитивной. Не имела емкого внутреннего рынка. А советская экономика, она имела глубокий сырьевой уклон. И самое главное, она безнадежно отставала в качестве менеджмента. То есть если и были по ту сторону границы, в Китае для нас какие-то возможности неочевидные, или какие-то перспективные рынки, то у нас, во всяком случае, не было в то время ни инструментов, ни глазомеров, чтобы этими рынками и возможностями воспользоваться. Ну вот один из примеров, почему, например, на северо-востоке КНР в начале 90-х годов был построен завод Volkswagen, но, допустим, не автоваза, хотя понятно, что промышленную базу создавал Советский Союз. То есть вот, мне кажется, из ответов на такие вопросы и будет более общий ответ, почему сотрудничество, особенно экономическое, особенно приграничное, оно до сих пор остается безуспешным. В то же время китайские приграничные провинции были в более выгодном положении. В то время они не могли предложить дальневосточным регионам передовых технологий для наращивания потенциала Дальнего Востока, но они удачно заполнили неудовлетворенный спрос своим не особо качественными, но недорогими товарами. То есть в Китае были фирмы, товары и, главное, люди, которые уже умели продвигать эти товары на новые рынки. При этом сами китайские партнеры не проявляли особого интереса к закупкам произведенной на Дальнем Востоке продукции. То есть сырье советское обменивалось на китайские товары, что фактически замещало Дальнему Востоку централизованные поставки. К началу 90-х годов редкое крупное предприятие советское, на Дальнем Востоке я имею в виду, редкое предприятие не имело договора или протокола о намерениях о сотрудничестве с КНР. Но они, вот дальневосточные предприятия, брались производить с Китаем те товары, как правило, это были примитивные потребительские товары, которые в избытке могли быть поставлены напрямую из этой страны. То есть это обычно там какие-то термосы, одежда, ну вот что-то такое, очень зависимое от конъюнктуры, не требующая серьезных технологических и финансовых вложений. Собственно, когда конъюнктура изменилась в начале 90-х годов, так и произошло. То есть эти товары пошли напрямую из Китая. Ну, обобщая, можно сказать, что во второй половине 80-х годов модель приграничного сотрудничества, она демонстрировала количественный рост, но с понятием, как бы, с целями развития не соотносилась. Вот. У меня истекло время, тогда третью часть читать уже не буду, будем считать, что я закончил. А спасибо за внимание. Большое спасибо, это очень интересная тема. Я помню то время хорошо, и все-таки мне кажется, что вы, ну в то время еще влияние советской промышленности еще оставалось. Например, я помню, что в Китае были грузовики советские, и даже в Харбине, например, были там такси, все «Лады» ездили в конце 80-х годов еще, по-моему, даже в начале 90-х. КамАЗы продавались. Да, КамАЗы продавались, кое-что продавалось. Вот. И это, ну, по мере развала советской промышленности это произошло постепенно, потому что просто больше уже ничего и в Советском Союзе особо не производилось. Вот. А возможно, если бы история пошла по-другому в нашей стране, может быть, можно было бы это как-то преодолеть. Ну вот. Но в любом случае изучить это интересно. Вот. Следующий выступающий профессор Лю Цинцай, исполнительный директор национального... Ну, тут вообще неправильно написано, да? Там у вас как Гао-Сяо, это, да, вузов, всекитайская ассоциация международных политических исследований в вузах. Да. Развитие китайско-российских отношений в новую эпоху. У нас... Чужнега синь шедай же, вэйш мэши синь шедай. В общем, мы мэйцы шедай дожи синь шедай. Новая эпоха. А, новая эпоха, да? Ну, хорошо. Хорошо. Это когда я имел в виду именно совместное заявление наших лидеров, в котором заявлена новая концепция наших отношений. Вот именно период самого лучшего развития наших отношений сейчас. И именно вот новая эпоха наступила в развитии наших отношений. Ну, извините-то. Поэтому вот эта концепция, это совместное заявление, вот сегодня, в первой половине дня, и российские коллеги об этом упоминали и говорили. Это новое содержание, новый шанс для нас обозначен вот в этом совместном заявлении. И требования, новые, новые высокие требования, выдвинутые к нашему взаимодействию. И тут три больших аспекта я хотел бы затронуть. Первое. Первое. Мы должны укреплять отношения между нашими странами новой формы, отношения нового типа. И сегодня вот коллеги, многие говорили об истории наших отношений, о богатом их содержании, об опыте, дружбе, взаимодействии, а также противостояние было у нас идеологическое. Но вот сейчас настоящий этап. Именно мы должны выстраивать новые дружественные отношения именно в новую эпоху, именно по-новому. И вот в новую эпоху эти стратегические партнерства и его развития, но прежде всего мы должны опираться на последние 30 лет нашего взаимодействия, то есть конкретно говоря на 28 лет после распада СССР. Вот этот путь мы должны учитывать очень, который прошли. И как раз именно в этот период началось выстраивание отношений нового типа между нашими странами. И здесь три аспекта касаются этого. Это взаимное уважение, взаимное доверие. И наши страны являются сверхдержавами в глобальном аспекте. И вот это взаимное уважение и безопасность в военной сфере, и такое взаимное доверие высокого уровня. И вот это очень самая важная политическая гарантия и фундамент для дальнейшего нашего сотрудничества. И сегодняшняя Россия, она, конечно же, это не то, что бывший Советский Союз. Это и другая идеология, другая общественная структура политическая. Все совершенно разное. Но вот эта разница, возникшая после распада СССР, она вовсе не повлияла на дружественный характер отношений между нашими странами и народами. Я считаю, это самый важный опыт и самое важное достижение, которое вот возникло. И мы должны очень ценить такие отношения, исходно направленные на дружбу и на позитивные отношения. Другой момент – это то, что мы уважаем суверенитет, территориальную целостность наших стран. И обе наши страны, конечно, полностью уважают эти принципы международного права. Особенно тайваньский вопрос, тибетский вопрос или вопрос сепаратизма в Синьцзяне. По всем этим вопросам у нас также достигнуты совместные заявления, соглашения. И позиция России относительно этих проблем Китая также официально зафиксирована. И Россия полностью поддерживает Китай. Также касалось, когда были военные конфликты в Чечне, когда были сепаратистские течения в Чечне. Китай, в свою очередь, также полностью поддерживал Россию по принципу территориальной целостности и суверенитетам. Следующий большой аспект – это наши отношения строятся на принципах не создания союзов, не противостояния против кого-либо друг друга и против третьих стран. И вот эти принципы, они как раз на сегодняшний день, мы также подтвердили три этих принципа, и все они основаны на уроках, полученных из истории наших отношений. И это, можно сказать, прекрасный пример взаимодействия на международной арене. Мы противостоим разного рода блокам, блоковому характеру взаимоотношений. Мы именно выстраиваем отношения сосуществования и сотрудничества между сверхдержавами мира. Мы выстраиваем такой образец таких отношений. Следующий важный аспект – это общие интересы. Их больше и больше между нами. И мы в этих общих интересах, в общих проектах, мы можем поддерживать друг друга, оказывать помощь друг другу. И это также очень важный компонент и условия развития наших отношений в новую эпоху. И в настоящее время мы стоим перед лицом некого разного вида вызовов, как внутреннего, так и внешнего характера. И это даже может касаться и суверенитета, и территориальной целостности стран. Все эти проблемы и вызовы создают и даже угрозы такого уровня. Поэтому мы, Россия и Китай, должны, взявшись за руки, координировать свои действия, поддерживать друг друга, поддерживать свои позиции на международной арене. И необходимо повышать наш статус на международной арене. И реализовать еще более полно свою роль и свои возможности и функции на международной арене. Вот поэтому мы и говорим. Мы сейчас построили образец отношений нового типа в новую эпоху между сверхдержавами мира. Если говорить об отношениях в сфере экономики, торговли между нашими странами, ну, на самом деле объем взаимной торговли вовсе невысок. И, ну, мы достигли этого уровня 100 миллиардов. Но, если Китай с Японией или Южной Америкой, я даже не буду говорить об США и об Европе, но вот с Японией и Южной Кореей, например, наш уровень очень высок. И вот уровень России очень далек даже от уровня с этими странами. Поэтому в дальнейшем, период дальше, у нас очень хорошее пространство для развития торговли и экономики. И нам необходимо увеличивать именно объем взаимной торговли. И точки роста, я думаю, они находятся как раз в рамках этого пространства и их возможностей развития наших бизнес-отношений. Вот сегодня многие коллеги говорили о том, как трагматично и глубоко продвигать именно сопряжение наших инициатив одного пояса пути и большой Евразии. И я надеюсь, я думаю, все коллеги надеются, что мы должны выстраивать это сопряжение более качественно, более эффективно и более быстро. Ну, разумеется, сейчас международная обстановка не очень благоприятствует продвижению некоторых проектов. Но мы знаем, что и другие регионы и страны выстраивают, например, Вьетнам, страны ОСИАН, страны АТР и Иран. И во всех аспектах все страны пытаются выстраивать разного рода площадки и механизмы экономического взаимодействия. Поэтому мы должны думать тоже не только о благоприятствовании, упрощении торговли, о повышении инвестиций. Я думаю, мы еще должны расширять и активное международное взаимодействие, увлекать еще больше стран в наши инициативы, чтобы активизировать их работу и сопряжение. И также вот у нас новый проект – это «Ледяной шелковый путь», то есть развитие арктического пути. И президент Путин также говорил и о выстраивании зеленого коридора, именно коридора от стран АТР до самой Европы через Россию. И вот этот «Ледяной шелковый путь», путь 21 века, морской путь. И мы должны полностью активно развивать арктический транспортный коридор. И если говорить о России, то она предпринимает активные меры, чтобы привлекать партнеров в развитие Северного Ледовитого пути. Также «Ямал-СПГ» и подобные проекты, они как раз направлены на выстраивание вот этого арктического транспортного пути, на активизацию его работы. Также необходимо нам взаимодействие усиливать и в регионе стран АТР, где и Китай как раз может помогать России расширять сотрудничество с соответствующими странами и регионами. И в этом регионе мы также должны развивать совместные транспортные коридоры, торговые пути. И вот именно продвижение прагматичного сотрудничества является важной задачей для нас. Вот сегодня коллеги говорили о путях Приморья-1, Приморья-2. И уже подписаны соответствующие соглашения, соглашения о намерениях. Но вот реальные меры сейчас и действия пока не предпринимаются. Поэтому я считаю здесь очень прекрасной перспективой для нашего активного дальнейшего взаимодействия на благо наших стран. И включая Приморья-1, Приморья-2, потому что это и наш регион Северо-Востока, Дунбэй и Китайский Дальний Восток, они могут благодаря этим транспортным новым коридорам получить новое развитие, прорывное развитие. И другой большой аспект это как продвигать международное, выстраивать международные отношения, партнерство на международной арене между нашими странами. Вот сегодня многие коллеги говорили о международном сотрудничестве, но не очень достаточно. Я хотел бы добавить, дополнить. В настоящее время российско-китайские отношения, они не могут быть в стороне от глобальных международных отношений. И Си Дин Пин также говорил о большом вот этом мире, большой глобальной архитектонике мира. Поэтому строительство таких отношений глобального характера также очень важны. И наши страны также заявляли о том, что мы именно должны выдать свою повестку дня, свою программу, свой план, свои предложения, как выстраивать новые отношения международного характера, международного порядка. И главное, конечно же, необходимо защищать интересы наших стран именно на международной площадке. И благодаря тому, например, что правительство из-за того, что правительство Обамы, Трампа, они создавали разного рода механизмы, площадки, которые были созданы в конкуренцию нам. И все эти их меры – это самый большой риск и вызовы для нас, создаваемые под эгидой именно США разного рода механизмы и площадки, включая и торговой кооперации, и политического взаимодействия. Поэтому вот сейчас Америка ведет себя так разнузданно и готова вмешиваться в дела всех стран. И поэтому мы являемся гарантами мира в мире. И поэтому безопасность и стабильность мира очень важны. Сейчас существует проблема Корейского полуострова. Наши страны также выдвинули в свое время свои способы решения этой проблемы. Но я считаю, что Россия и Китай в регионе Дальнего Востока стран АТР могут сыграть еще более активную и позитивную роль именно и по проблеме Корейского полуострова, чтобы предотвратить какие-то не очень порядочные вмешательства страны США. И если говорить о давлении, которое сейчас наши страны испытывают, например, украинский конфликт и России доставили очень большие проблемы, но мы видим, что когда мы вместе, мы не союз, мы не создаем блоки, но когда мы вместе, две великие державы, координируем свои действия на международной арене, я считаю, это очень важно. И вот это и есть новая система архитектоники мира и мировой экономики. И вот сейчас политика торгово-протекционизма, которую продвигает США, и развязал США торговую войну против Китая, также развязана проблема, используя под предлогом возвращение Крыма в луна родины, они говорят об этом конфликте, о проблеме Украины. И мы в большой мере сейчас, конечно же, напрямую этот торговый протекционизм влияет на Россию и на Китай, и поэтому наше экономическое взаимодействие как раз может противостоять вот этим мерам, которые предпринимают США и другие страны в сфере торгового протекционизма. Поэтому, когда мы станем прекрасными региональными партнерами в сфере торговли, то есть активизируем взаимодействие всех наших регионов в сфере торговли, и тогда мы обеспечим себе прекрасное пространство экономического взаимодействия, и все это ведь полностью соответствует коренным интересам народов наших стран. Спасибо. Сити или Утешево. Большое спасибо. Так, следующий выступающий Екатерина Валерьевна Колдунова, заместитель декана факультет международных отношений МГИМО МИД России. тема конкурирующей концепции азиатско-тихоокеанского региона и индо-тихоокеанского региона. Вызовы. Ну, раз вызовы для российско-китайских отношений, вы, наверное, разоблачите буржуазную антикитайскую, антироссийскую концепцию индитка. Вы имеете в виду, что тут Игорь Владимирович Маргулов в соседнем заре, вы знаете, что он говорит про нее, да? Ну, естественно, я не буду говорить ничего, что пойдет вразрез с его выступлениями. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые участники секции, спасибо, что вы все еще не заснули внимательно к концу такого тяжелого рабочего дня. Слушаете действительно интересные доклады. Спасибо российскому историческому обществу за то, что оно придумало такую конференцию. Это, мне кажется, очень важная инициатива. И, конечно же, я понимаю, что наша работа, она близится к завершению. Я постараюсь максимально кратко обозначить основные тезисы своего доклада. Вот, уважаемые коллеги, которые выступали до меня, упомянули о том, что нельзя, собственно, оценивать российско-китайские отношения вне глобального контекста. Но я также хочу сказать, уж коль скоро представители МИД находятся не так далеко, а иногда и среди нас, что мы не можем оценивать российско-китайские отношения и вне регионального контекста. А на региональном уровне происходят очень серьезные изменения. Их можно оценивать по-разному, как пропаганду, идеологию. Но как бы их не оценивали мы, они имеют, конечно, определенные практические последствия. И генерируют вызовы для российско-китайских отношений. Вот, собственно говоря, для того, чтобы эти вызовы и задачи обозначить, я выделю три этапа региональных трансформаций. Ну и потом скажу, что мне кажется важным для российско-китайских отношений сейчас. Первый этап – это 90-е годы. Много говорилось на этой конференции о том, как изменялись российско-китайские отношения в это время, что происходило. В глобальном масштабе, конечно, все мы помним дискурс о глобализации. И казалось, что мир становится более универсальным, более плоским в терминологии Фридмана. Был упомянут Фукуяма, который уже переосмыслил свои идеи о конце истории. Но вопрос, связанный с региональными сегментами мира, не имел такого, казалось бы, принципиального на тот момент значения. Россия в обозначенный период была экономически слабой. Она не выполняла роль региональной организующей силы. Но была инерция советского периода. Сохранялись культурные, социальные связи, экономические, структурные связи. И все это хоть как-то продолжало объединять постсоветское пространство. Китай в этот период только начинал экономически подниматься. Его подъем позитивно воспринимался в мире и соседями в первую очередь. И очень часто можно было встретить соображение о том, что подъем Китая – это шанс для его окружения, для того, чтобы также экономически возрасти. Следующий этап – это рубеж 90-х годов и первого десятилетия XXI века, когда регионализация заставила говорить о том, как же развиваются, собственно говоря, эти региональные пространства. И в этот момент для многих основной референтной моделью был Европейский союз. И для многих региональных интеграционных объединений, вот в первую очередь, например, ОСИАН, который я очень подробно занимаюсь, в общем-то, многие региональные интеграционные блоки, они ставили задачу воспроизвести этот путь, ну, с какой-то спецификой, конечно же, но опыт ЕС казался безусловным на тот момент. В России в указанный период разворачивается дискуссия о том, как вписаться в проект Европейского союза. И многие мои российские коллеги, может быть, китайские специалисты, специалисты, которые занимаются российско-европейскими отношениями, помнят дискуссию о попытке переосмыслить идею нашего стратегического партнерства с Европейским союзом. Тогда бывший президентом Дмитрий Анатольевич Медведев обращался к ЕС с предложением создать единую систему безопасности, построенную на общих принципах. Но эта идея, к сожалению, не встретила должного понимания и не была реализована. Затем практически идентичное предложение, ну, вот по духу, по своей философии, было адресовано странам АТР. И оно пока еще обсуждается на площадке Восточно-Азиатского саммита, хотя исход этого обсуждения не ясен. И, собственно, одновременно можно было наблюдать, как меняется роль Китая по мере его экономического подъема. Появилась идея пояса добрососедства в отношении с регионами, которые были расположены по периметру китайских границ. В первую очередь, конечно, эта идея адресовалась странам Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, но Россия также относилась к этому поясу. И, собственно, появление таких идей стало сигналом для этих стран о том, что Китай готов встраиваться в позитивные экономические процессы восточно-азиатских просторах. Я не буду подробно говорить о том, как успешно, на мой взгляд, в тот период ОСИА на Китай выстраивали свои отношения, но это тоже отдельная такая интересная история. Современная же ситуация, переходя к третьему современному этапу, она характеризуется тем, что на региональном и трансрегиональном уровне появляются проекты нового типа. Сначала мы наблюдали появление политэкономических проектов, транс-тихоокеанское партнерство, трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство. Но, собственно говоря, и проект пояса, инициатива пояса и пути мы тоже можем отнести к этой категории. А затем, я чуть позже об этом скажу, стали появляться и военно-стратегические трансрегиональные проекты. В России в этот период на самом высоком политическом уровне, в общем-то, сформировалось представление о том, что, к сожалению, встроиться в интеграционный процесс в Европе не получится. Насчет Восточной Азии были различные мнения. Но, в целом, возобладала идея того, что Российская Федерация сама должна выступить в качестве интеграционно-организующей силы. И это представление результировало в создании Евразийского экономического союза. ЕАЭС – это вполне традиционное региональное интеграционное объединение, которое линейно трансформируется от зоны свободной торговли к таможенному союзу. Но, в общем-то, во многих сферах уже достигнута достаточно глубокая степень интеграции. Но при этом общая логика его развития и то пространство, где реализуется этот проект, конечно, требовало взаимодействия с соседними интеграционными блоками. И формирование представления о том, как эти блоки должны сопрягаться друг с другом. В случае ЕАЭС показал, к сожалению, что отношения между такими блоками могут продуцировать конфликтные ситуации. Непонятно, как их решать, кто прав, кто виноват, с кем должен был договориться. Но вот с Китаем, слава богу, все пошло немножко в другом русле. И мы сейчас обсуждаем с вами... Мы, конечно, размышляем о том, что хотелось бы глубже, конкретнее, практичнее и так далее. Но, тем не менее, на самом высоком политическом уровне принято решение о сопряжении проектов ЕАЭС. Сейчас уже большой Евразии и пояса, и пути. После периода наступательной динамики проекты, мегапроекты ТТП и ТТАИП столкнулись с рядом сложностей, как внутренних, так и внешних. И, наверное, в общем-то, это неплохо. Односторонний выход США из транс-тихоокеанского партнерства также повлиял на темп реализации этих проектов. И, в общем-то, сейчас они скорее находятся на периферии, нежели в авангарде политической дискуссии. Но одновременно к второму году президентства Трампа произошла консолидация американской стратегии вокруг идей Индо-Тихоокеанского региона. Это не исключительно американская идея, потому что таких идей много. Они есть у Японии, у Австралии, у Индии, у Индонезии, у Ассиан уже собственная концепция. Каждый предлагает свое видение, как он понимает Индо-Тихоокеанский регион. Но американская версия характеризуется серьезной военно-стратегической составляющей. Она, конечно же, идет вразрез с интересами России, Китая и Азии. И в настоящий момент пока непонятно, будет ли у этой концепции интеграционная политическая компонента. Конечно, хотелось бы, чтобы ее не было. Но на поле экономическом, уже инфраструктурном, уже разворачивается очень серьезная игра. В 2018-2019 годах Соединенные Штаты уже сделали несколько очень серьезных громких заявлений о том, как будет мобилизован американский частный сектор при поддержке государства для того, чтобы удовлетворить потребности Азии в инфраструктурном строительстве. Это очевидный вызов китайскому проекту. Я не буду углубляться в детали о том, уже заканчиваю, насколько, в общем-то, это противоречащие друг другу проекты. Есть, опять-таки, разные мнения. Но, тем не менее, даже беглый взгляд, он говорит о том, что это, в общем-то, определенная альтернатива тому, что предлагает Китай в Азии. Соответственно, формируются альтернативные представления об Азии. Они по-разному трактуют логику происходящих там процессов. Мы с вами говорим, что Россия и Китай – это объединяющая стабилизирующая сила, а кто-то может сказать совершенно другое. Поэтому, завершая свое выступление, мне кажется, важно обратить внимание на три момента. Первое – это то, что России и Китаю, конечно, необходимо выработать единые подходы, связанные с тем, как они реагируют на региональные и трансрегиональные вызовы. И, собственно, проработка идеи сопряжения укладывается в русло этой задачи. Второе – это концептуальная и практическая проработка связей более широкого характера. Многие китайские коллеги говорили, что нужно показывать инклюзивность идеи сопряжения, показывать, что другие страны могут спокойно и свободно присоединяться к этим проектам. Ну, вот президент Путин предлагал связку ЕАЭС, ШОС и ОСЕАН, которая пока тоже очень мало практически проработана. Но, собственно говоря, донести ту мысль до малых и средних стран региона, что они способны и могут, и будут получать выгоды от этого сопряжения – это также важно для России и Китая. Ну и третье – мне кажется, что России и Китаю, конечно, нужно иметь совместную дискуссию о том, что же такое Индотихоокеанский регион, как Россия и Китай видят Индотихоокеанский регион. И, в общем-то, вырабатывать единые позиции. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Эта тема интересная. В Китае, кстати, есть исследование про Индотихоокеанский регион и про четверку, значит, формат. Вы, кажется, не сказали, но это примерно одно и то же. Квадрипл или как он там называется? Да, диалог. Про него также китайские товарищи все понимают, но руководство у них не высказывается особенно резко. Так в основном ученые там пишут. Вот, на всякий случай. Следующий, как говорится у нас в России, the last but not least, значит, заместитель директора Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета, выдающийся специалист по России и по совместительству по Белоруссии, профессор Бэйуэн Ли. Докладом пути оптимизации китайско-российских гуманитарных обменов и сотрудничества в новую эру. Давайте расскажите нам, как оптимизировать. У нас много оптимизаторов. Большое спасибо, господин Лукин, господа, дамы и господа. Ну, я говорю медленно и по-китайски, и по-русски, поэтому постараюсь зачитать просто и все, чтобы сократить время. Многие коллеги говорили о том, что вот какие пути за 70 лет прошли наши отношения, и что в этом году, в июне месяце, было заявлено о новой эпохе в наших отношениях. Ну, об этом тоже все рассказывали уже, говорили. Ну, я думаю, вот что-то новое, где оно проявляется, это именно в доверии, взаимном доверии. И вот сейчас наши страны уже вышли на новое позиционирование, и возникла новая система наших отношений, и сейчас совершенно новый порядок, можно сказать, наших отношений. И наше взаимодействие, оно продвигает наши отношения по всем направлениям стратегического характера, и культура, культурные обмены, и реализация этого потенциала культурного, а также выстраивание отношений просто между людьми, международными. Это самый важный путь дальнейшего развития нашего взаимодействия. В этом году мы праздновали 40 лет начала реформ политики и открытости, и более 40 ученых обсуждали на одной из конференций как раз этот опыт 40 лет, когда именно происходило взаимодействие в период политики реформ открытости. Были также и российские ученые, и китаисты, например, Тихвинский. И, ну, я не буду говорить много об этом, но вот эта книга и его статьи, в них как раз можно обратить внимание на то, на некоторые такие нюансы, о которых он сам говорил. Первое, это внутри есть таких особых три человека, которые именно повлияли на взаимодействие между нашими странами в сфере культуры, потому что здесь как раз именно с культурой очень тесное отношение, то, о чем я хочу говорить, потому что российский, китаист, знаменитый Алексеев, и сегодня утром говорили китайский большой художник Сюй Бэйхун, и еще Мэй Лэн Фан, китайский великий актер, это первый этап и личности далее. Также Тихвинский говорил о том, что первая делегация, которую принял председатель Мао Цзэдун, как раз была именно делегация деятелей искусства и культуры Советского Союза. И вот это было очень символично, что именно первая делегация, которую принял Мао Цзэдун, была именно деятелей искусства и культуры, и знаменитый писатель Симонов, он как раз описал бои, которые проходили в Китае, в своей книге «Сражающийся Китай». И вот эти нюансы, тонкости культуры, они как раз и проявляют весь дух нации, именно культурную атмосферу, которая может обеспечить вообще общие контакты и взаимодействия между странами, народами. И вот только что господин Лукин тоже говорил, что я из Шанхая приехал. Но вот как раз в Шанхае вчера была Тихидон, ставили гастроли Петербургского театра. И пекинские театралы, зрители, ну просто ломились на этот спектакль. Очень все хотели посмотреть это представление. И вот в этих процессе развития наших стратегических отношений всестороннего взаимодействия, конечно же, очень важно вот это соединение сердец людей, чтобы именно наш народ также проникся друг к другу пониманием и приязнью. Поэтому, если говорить об исследованиях, то у нас есть свои стратегические устремления, и они отличаются. Но если говорить с точки зрения культуры, то мы можем увидеть такие моменты. Это взаимное уважение культур, потому что восточная культура, это понимание ее, исследование ее и продвижение, потому что культура, она является носителем многих знаний о культуре и стране. Например, в Петербурге был раньше китайский парк и дворик, и также в Шанхае все коллеги знают. Кто не был в Шанхае, прошу добро пожаловать, и вы увидите памятник Пушкину в Шанхае. И вот это единственный памятник так далеко на востоке мира. И вот идут года, меняются эпохи, но эти культуры, проявления нашего культурного взаимодействия, они существуют. Поэтому я приглашаю всех приехать в Шанхай и увидеть этот прекрасный памятник Пушкину. Также знаменитый переводчик Цаоин, он один человек перевел все произведения Толстого, полное собрание сочинений Толстого он перевел. Вот такие деятели культуры у нас есть. И здесь, конечно же, между нашими культурами существуют огромные различия и в проявлении, и в истоках, и в специфике. Но, тем не менее, мы должны, конечно же, уважать, и ценить, и стремиться понять культуру друг друга. Потому что на основе культуры складываются и другие виды культуры, и политическая культура, и политические действия, и акты, и так далее. Поэтому, вот мы говорили, вот здесь в 30-х, 40-х годах представлены фильмы, карнавальный вечер, ревизор, вечная разлука, Санин. И я думаю, что это тоже очень являются выразительные такие носители культуры. Вот, например, произведение Санин там также для нас было очень значимо. А также это «О Азоре здесь тихий», вот новая постановка, которая была осуществлена в Китае. И многие культурные произведения, и как раз в Китае используют именно культурные факторы, культурное влияние. И вот эти восточные факторы берутся российскими деятелями культуры или писателями, и используются в их произведениях. И я хотел бы подчеркнуть, что вот такое взаимное использование, применение культуры, культурных знаний и факторов, это усиливает все и на эмоциональном уровне, и на когнитивном уровне взаимопонимание, взаимно проникновение культур, взаимопонимание народов. Чтобы именно возникло такое чувство дружбы, приязни и стремления к взаимодействию, к взаимной поддержке, к взаимопониманию. Взаимное доверие и взаимодействие двух стран и здоровое развитие наших отношений в настоящее время также, конечно же, опираются и на личные отношения между нашими лидерами, руководителями, и их рабочие отношения, а также и человеческие отношения, они являются очень позитивными, и они являются прекрасным фундаментом и образцом взаимоотношения между нашими странами. Вот на этом изображении как раз представлены, ну вот проводятся такие опросы и в России, и в Китае, кого вы считаете близкими, друзьями, союзниками и так далее, какие отношения к каким национальностям, представителям каких стран, культур, и также задаются вопросы, вот каково отношение к тем другим национальностям. Например, вот после Цыган Китай заняли второе место по отношению, вот источник Левада Центра проводил такие соцопросы. Ну, опять же, говорить если о китайцах, которые проживают на территории материковой Китании, или которые проживают в России, ну там разное отношение получается к разным китайцам. Ну, соответствующие вопросы и проблемы мы, конечно же, должны своевременно решать, держать руку на пульсе. И все это как раз играет прямую роль и воздействие на развитие наших отношений во всех аспектах. И также вообще стоит учитывать, как исторически мы видели образ друг друга, как воспринимали друг друга. Потому что это относительно развития наших отношений, взаимодействия и политики, это все может иметь и позитивное, и негативное влияние. И это надо объективно все исследовать и изучать. И где мы хотели бы сотрудничать, где у нас есть общие устремления, где у нас нет общих устремлений. Все это можно своевременно обнаруживать, корректировать, использовать. И мы должны обогащать наши каналы взаимодействия. Вот можно привести пример, когда, например, количество туристов возрастает в Россию, количество российских туристов также возрастает. И люди хотят познавать соседнюю страну, хотят ездить. И это, конечно же, страны наши меняются очень быстро, развитие идет очень быстро, возникают новые концепции, новые воззрения, новое понимание жизни. И в разных регионах, даже в наших странах, также скорость экономического развития, общественного развития совершенно разная. Поэтому, например, кто-то знает Шанхай, регион Шанхая, восточные провинции. Это очень оживленный, экономически развитый регион, очень живое место. Ну и многие, например, российские СМИ говорят, что некоторые мужчины российские едут в Китай найти себе, может быть, спутницу жизни в этих регионах и так далее. Ну, другой аспект, это, конечно же, обновляется и становится многообразным и общественная, и политическая ситуация, и рост понимания ее нашими народами. И также все это понимание и восприятие осложняется и какими-то историческими воспоминаниями, и усложняются идеологическим влиянием. Ну, конечно же, работа средств массовой информации достаточно богата, многообразна, но иногда она вносит какой-то, может быть, беспорядок и непонимание некоторых аспектов двух стран. И вот, например, публикуются какие-то статьи, что слишком много китайских туристов заполонили Петербург и так далее. Пусть они едут в Сибирь, а Сибирь говорит, да нет, они пусть едут на Петербург лучше и так далее. Ну, не очень-то, как говорится, приятные иногда публикации мы можем наблюдать. И, конечно же, это усложняет взаимопонимание между нашими странами. Вот и господин Лукин говорил сегодня о братских отношениях, и когда с российской точки зрения прекрасные братские отношения в Китае были поняты из-за языковых аспектов, что возникло, потому что в китайском всегда, если спросишь, какой брат, обязательно старший или младший. И вот возникло такое недопонимание и изменение, пертурбации в отношениях. Это тоже был свой такой культурный фактор. Поэтому здесь очень чувствительные очень моменты, которые и СМИ могут внести негативный вклад, а могли бы более позитивный вклад внести. Ну и вот, если говорить сейчас вообще о стратегическом взаимодействии и развитии наших отношений, то в рамках этих отношений надо, конечно же, обогащать именно аспекты народной дипломатии, именно обогащать взаимодействие простых людей, россиян и китайцев. И, конечно же, должны местные региональные структуры, организации, они должны выстраивать именно взаимодействие на региональном уровне, обогащать эти культурные контакты, гуманитарные контакты. Ведь у нас создано большое количество механизмов и площадок, и платформ, на которых как раз уже заложены основы этого взаимодействия. Вот был такой год, другой год. Годов уже провели достаточно много, площадки наработаны, опыт есть. Все это очень зрелые, отработанные механизмы. Так надо их использовать более активно и плодотворно, работать на позитивное взаимное восприятие, на правильное понимание друг друга. И тогда мы сможем полностью овладеть всеми инструментами, которые у нас есть, и усилить взаимопонимание между народами, поддерживать с низов наши прекрасные отношения на верхах. И в этих аспектах, как раз, я думаю, наши ассоциации, общества, клубы могут сыграть очень прекрасную роль и позитивные меры принять. Другой аспект. Необходимо развивать культурные и исторические знания, которые у нас накоплены, находить новые точки взаимопроникновения, взаимопонимания, оказывать взаимную поддержку и углублять взаимное понимание, контакты, обмены. И вот, например, проводятся взаимные выставки в столицах наших стран, в других городах, когда об императорах, конси, Петре Первом и так далее, когда идут такие выставки сравнительно исторического характера. Например, вот недавно в Пекине провели прекрасную выставку картин маслом. Там были многие, даже участвовали художники, которые обучались в России живописи. И я думаю, что там у людей возникают просто на уровне чувств, эмоций, уже прекрасные отношения к России, наоборот, у россиян к Китаю. И вот благодаря этим культурным путям мы должны усиливать это. Опять же, нужно усиливать сотрудничество, обмены средств СМИ, чтобы они выстраивали, ну, позитивное выстраивание отношений, сопряжение наших отношений и в плане ментального, идеологического, познавательного аспектов. Вот есть, например, вот такой фильм был создан, русский «Боевая нация». И, ну, вот как раз там именно разные культурные аспекты, и как они воспринимаются, и какие есть стереотипы, может быть, даже позитивные стереотипы, как они реализуются, понимаются. Как раз вот этот фильм является прекрасным примером. И далее, конечно же, необходимо организовать более широкое взаимодействие. И, например, вот «Аэрофлот» компания, она является самой любимой иностранной компанией, компанией, которая больше всех приветствует китайские клиенты. И я хотел бы пригласить еще, пользуясь случаем, к нам в Шанхай, в шанхайский выставочный центр. И я бы вам показал прекрасные залы, выставочные павильоны, которые есть в этом центре. Сейчас они уже не такие, как раньше, там все обновлено, стало все еще краше и интереснее. Поэтому, я думаю, там как раз именно образное, культурное проявление нашей дружбы и дальнейшего развития отношений вы увидите. Спасибо. Интересно, что ваш доклад – это отличное завершение нашей секции и вообще конференции, потому что вы пришли к тому, с чего мы начали. Помните, вначале Михаил Борисович Петровский говорил, что важно это культурное взаимопонимание, понимание образа, понимание другой культуры. И вы показали, как это важно. И даже есть какие некоторые есть отрицательные моменты, я заметил. Поэтому у нас, мы прослушали много докладов. Я думаю, что можно сделать общий вывод, что мы идем в правильном направлении, но, как говорит профессор Бэй, еще есть отдельные моменты, которые можно было бы оптимизировать. Вот давайте все вместе займемся оптимизацией. На этом, властью данной мне Богом и Российским историческим обществом, объявляю о том, как говорит в Китае, о победном завершении нашей секции. Спасибо большое. Продолжение следует...